привет ребята сегодня ребят пожелайте неудачи что ты готова сегодня не боишься не сильно? белеслава сейчас сдаёт аттестацию мы ей не мешаем аккуратно снимай маленький кабинетик логопеда прикольная игра маленький кабинетик логопеда ну да карман В кармане. Здесь написано решение. Решение, действие. Как ты нашла? Какие действия? Решение. И где запишешь решение? Иначе. Иначе нажимаем. Давай, начинай. Был у старика лук с клевером. Там послались коровы. Шмели, отворяли клевер. Идут хорошие носы. Коровы ели сочные клеверы. И угощали старика вкусным молоком. И иногда у него с шмелей разговаривали мыши. Но бедных мышей ночью орли сова. И однажды старик прогнался в уши, что поведал шмела по плечам. Обиделся, что она улетела. Встал на руки много мыши и много шмелей. На очах клевет. Перестала кровь выдавать молоко. Понял старик, что все в природе сложилось. Встала спросить, что вы вернулись. Молодец. Вы пересказки и другое предложение. Спеши. Тогда непонятно? Любое. Я могу не читать, но я не знаю, скажи. Одно предложили на нашем написании. Одно. Любое одно одно. Уполнить второе задание. Прочитайте. Задание будет. Картинка с строчкой расставлена так, как происходит в сказке после того, как сама обиделась. Отметь ночком пропущенную картинку, если нужно, то читай сказку еще раз. Я думала, что это будет книжка. Ага, ну подпишись. Следующие задания читай. Выбери правильные ответы и ответы на розничках. Сколько у ног, сколько у мыши. У кого в стрельфах ног? У коров. Задание 5. Пиши цифры, а не сколько шмели на всего художника, а какая-то красота. Два. Тут должно быть им 8. Два, четыре, шесть. Шесть. Вторая, шесть. Подчеркни словами ловить буквы мягких согласных букв. Лови. Вот если вы такое подчеркни. Угу. Угу. О, это не глаз, это мягкая. Угу. Вид. Она мягкая. Почему она обозначает мягкий согласный? Потому что рядом с ним стоит мягкий гласный вид. Угу. Угу. Гласный только мягкий номер гласный и обозначает мягкость. Угу. Все. Есть что здесь? Вот еще согласный есть. Он какой? Мягкий или твердый звук? Че. Че. Мягкий или твердый? Ти. Лови. Угу. Сон. Так. Угу. Смотри. Буква Т обозначает два звука Т и Т. Мягкий. Мягкий. Подожди, я вас опять несала. А почему мягкий? Потому что мягкий знак, он нет буквы, только он уменьшает. То он обозначает мягкость. Значит, в этом слове два мягких звука. Угу. Теперь нужно посчитать, сколько всего звуков и букв. А посмотрели квадратные скобки? Вот у нас говорится звуки писания. Нет, они еще не проходили записания. Шесть. Букв? Стоп. А тут написано звуков. Наши звук. Угу. Звуки теперь посчитаем. Звуки посчитаем. Буква Л обозначает звук? Глаз. Какой? Ты его назови. Он согласный. Угу. Согласный еще какой? Твердый. Твердый молодец еще какой? Твердый. Звонкий или глухой? Звонкий или глухой? Звонкий. Звонкий. Парный или непарный? Непарный. Непарный. Молодец. Следующая. Буква О обозначает звук? Глазный. Какой? Назови его. Правильно. Твердый. Просто О. Он обозначает твердость. Он сам не может. Глазные бывают ударные, безударные. Образуют слоги. О, А. Вот О. Есть парни. Угу. Понятно. Ладно. Буква В обозначает звук? Глазный. А ты назови звук. Как он звучит? О. Буква В обозначает звук? Глухой. Ви. Ви. На Ви. 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 Он здесь какой? Твердый или мягкий? Мягкий. Значит, он обозначает согласный. Мягкий. Звонкий или глухой? Глухой. В. Звонкий он. Парный или непарный? Парный. Парный. Молодец. Молодец. Буква И обозначает? Глазный. Звук. И называет его И. Но он с гласом бывает только ударный и безударный. Он, его можно подкинуть. Молодец. И он еще образует слоги. Он растет, но не умеет бегать или летать. Это, конечно, не клевет. Он растет, но не умеет бегать или летать. Он не умеет бегать. А он не умеет бегать. Угу. Задание 8. Рассмотри схему. Придумай слова, которые нужно написать на просрочках. Запиши. 2. Выбери рисунки, которые относятся к живой или неживой природе. Соедини их с легкой безморвания. Не живая природа. Дом вообще не считается. Клевер. Ну давай посмотрим. Вот это что? Клевер. Он? К живой природе. Мы сейчас ничего не будем. Солнце? Какой природе относится? Солнце. Оно у нас греет, но оно не дышит. Значит оно? К неживой природе. Дом? Вообще. Неживая. Мыш? Живая. Живая. Но здесь мы можем написать не эти слова, а свое слово. Я... Так. Сейчас мы можем какое слово писать? К живой или к неживой природе? Я сначала хочу к живой природе. Напиши свое слово. Я хочу написать роман. Я хочу написать Лилию. Или она живая. А здесь неживая природа. Я напишу облака. О. Молодец. Сейчас я бы еще запомнил. Задай мне 10. Как ты думаешь, что... Девять. Не нашел бы пустить. Задай мне 9. Одна из слованов за ночь три мыша. Сколько мыша может поймать свою слованов за две ночи? Сколько? Шесть. Задай мне 10. Как ты думаешь, что понял Старик? Понял, Старик, что все в природе связано. Напиши. Я напишу Старик. Понял, что все в природе связано. Потому что в природе все связано. Напиши, что означает слово «иногда». А «иногда» это означает время от времени. Молодец какой. А так напиши. Это... Давай напиши. Что-то лучше. «Иногда» это означает время от времени. Напиши. «Пришла весна, потекла вода». «Иногда» пиши переслов. «Пришла». «Пришла». Большой дух. «Дети». «Дети». «У меня сколько переменей не так. «Дети». «Взяли». 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 И прочитала на пятерочку, и диктант написала, молодец, тоже тут тебе пятерочку поставлю. И работу ты сделала на отлично. Я поздравляю, справилась со всеми заданиями. Молодец, очень рада была вас видеть. Мой подарок, спасибо. Ну что, ты рада? Да, все на пять. Все на пять. Ну, одевайся, пойдем праздновать из этого нургома. Мама, мне в подарок купила шоколадку. И еще книжку «100 головоломок». Ребята, скажите мне, пожалуйста, а вы тоже когда-нибудь за мои антистацию? Напишите в комментариях, я получила пятерки за каждую антистацию. Пишите в комментарии и подписывайтесь на наш канал. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...